Итак, друзья, сегодня хочу вас предостричить от перехода улицы на красный сигнал светофора в Дубае. Если вам кажется, что эта дорога не такая уж и большая, не так уж и много машин, можно перебежать. Не делайте этого, пожалуйста, потому что получите штраф моментально. Потому что есть вот такие вот кабинки. Вы не видите, что в ней находится. У нее стекла отражаются, видите, а в ней сидит полицейский. И контролирует ситуацию полностью на дороге. Мало того, что он контролирует пешеходов, вот по таким вот можно перебежать, типа на красный, по-быстрому. А можно выехать на красный свет на машине, попасть в ДТП с трамваем, который здесь ходит. Вот табличка трамвай. И получить штраф примерно 2500 долларов. Очень легко. Так что будьте внимательны и осторожны. Друзья, всем привет. На связи Дим Димыч из Дубая. Я уже вернулся. Отдыхал в Украине около двух с половиной месяцев. Простите меня за этот мешок, который висит у меня на лице. Это моя маска. Здесь по-прежнему масочный режим. Без этого никуда. Здесь за этим следят. Соскучился я за Дубаем, соскучился за этими местами, за красивыми видами. Сегодня я хочу поснимать на свою новую камеру. Как вы знаете, купил себе новую камеру, если видели мои предыдущие видео. Сегодня на нее буду снимать полностью это видео. Покажу вам район Джибиар, район Дубай-Марины. Что здесь новенького, что здесь происходит. Приехал сюда с утра, так что сейчас будет немного людно. В основном местные готовятся к вечеру. Натирают свои витрины, протирают все от пыли. Сегодня дойду до колеса обозрения. Вот оно за моей спиной. Там уже повесили кабинки. И скоро обещают открытие. Кстати, по поводу масок. Здесь вышел новый указ, что люди, которые имеют аллергию, раздражение, какой-нибудь там псориаз или проблемы с кожей на лице в основном, могут получить такое заключение от доктора и их освобождают от ношения маски. Естественно, это все делается на официальной основе, в госпиталях. И все эти данные вносятся в вашу электронную ID-карту. Пока я буду идти до колеса обозрения, буду вам рассказывать интересные истории. Идти до него не так уж и далеко. От пляжа Джибиар. Тут есть вот такая тропинка. Вот, вы идете и идете. Примерно 5-7 минут доходите до моста. Вот такого. И по мостику тоже 5 минут пройдетесь. И вы уже будете находиться на искусственном острове. Называется он Blue Waters. Голубые воды и потову. И тут вот как бы шум. Слышите, в Дубае стройка продолжается. Все застраивают. Каждый свободный кусочек. Трудятся днем и ночью. Еще 2,5 месяца назад вот это здание оно было не облицовано фасадом, не облицовано стеклами. Вот сейчас я вернулся. Посмотрите, уже практически все готово. Я думаю, осталась только внутренняя отделка. Вот с такой скоростью идет строительство. И это как бы не 9-этажный дом. Это настоящий такой, ну типа небоскребчик небольшой. Вот, рядышком тоже. А вот эти все здания однотипные. Это вот там вот. Очень много живет русских. Очень много. Ну прям заскаливает количество русских. Вот это такой пляж знаменитый Джи Биар. Его все знают. И отдыхают здесь. Такое время только русские. Ну, сейчас неудивительно. Сейчас начало пляжного сезона в Дубае. Погода нормализовалась. Не так жарко. На улице можно спокойненько находиться. Водичка идеальная просто для купания. Ну, естественно, почему бы не приехать в Дубай, не отдохнуть. Вот конкретно в этом месте людей мало, потому что здесь типа причал, там лодки, водочная станция. Но вообще там дальше людей много. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, дошел я до колеса обозрения. Уперся в тупик. Даты точно никто не называет. Но работа идет, как видим. Обещают какие-то сверхсовременные кабинки. Ну, естественно, в стиле Дубая. Куда же без этого. У них все всегда самое лучшее, самое большое. Вот, ну, по размеру кабинки, ну, почти как вагон в трамвае. Вот такие. Ну, сказали, приблизительно к декабрю откроют. Декабрь, может, Новый год. Вот, вот так это пока что выглядит. Вот такие кабинки. Видите, да? Ну, интереснее будет, конечно, посмотреть на вид с самой высоты. Будет хороший вид на весь Дубай. А так, конечно, конструкция громадная. Сейчас еще немножко пройдусь по этому райончику тут. И буду выдвигаться в сторону Дубая-Марина. Ну, потому что здесь особо делать нечего. Видите, никого нет. Ну, а вот с этого острова вот такой вот вид на Дубай. Видите, как красиво, хорошо все видно. Яхточка плодивот, экскурсионная. Яхты по цене я узнавал, смотрел цены там от 200 долларов за час. Яхта вместимостью до 10 человек. Самая коротенькая там, по-моему, 200 долларов за час. Минимальная цена начинается. Ну, а там уже дальше зависит от количества людей и от длины самой яхты. Соответственно, там цены... Ну, геометрическая прогрессия дальше ползут. Сегодня немножко туманно. Но Дубай увидеть можно. Вот там район Дубай-Интернет-Сити. Он тоже неплохой. Район Текома. Он там называется так. Такие тоже небоскребчики там стоят. Вот. И еще отсюда хорошо видно... А, это... Джибиар, вот там, где я был на пляже. И еще тут хорошо видно... Сейчас спущусь по ступенькам. Вот это Пальма Джумейра там. Вот это тот берег. Сейчас фокусируюсь. О, как-то так. Это там Пальма Джумейра. Находится. Я там тоже был, кстати, позавчера. Вставлю вам кусочек видео оттуда. Как там хорошо. С одиннадцатого этажа он поснимал. Там бассейны. Видно ветки пальмы. Все такое зеленое, нарядное, красивое. Ну, а тут, возле колеса, строчка продолжается. Жарко там. Хоть в Дубае сейчас погода уже и наладилась. Двадцать пять, типа. Ну, на солнышке-то все тридцать-тридцать пять. Как бы я вот хожу так, перебежками от солнца в тенечек. Все равно тепло чувствуется. Но ничего. Зато остальное все супер. А вот, друзья, такие у них скорые помощи на пляже. Выезжают к месту происшествия и помогают людям. Видите, такие электрические машинки. Всегда на готове. Всегда спасут, кого надо. Стоит в теньке, недалеко от пляжа. Вот там сразу пляж. Ну, вот. Так что вы будете в полной безопасности. Друзья, я на Дубай-Марине, как и обещал вам. Вот вам кораблики. Вот там яхты, которые плавают. Быстро и не очень. Вот такие есть побольше. И вот такого плана кораблики деревянные. Они уже пришвартованы, по-моему, навсегда. Они превратились в рестораны. Очень удачно. Очень хорошо в них отдыхать вечерком, когда эти все здания подсвечиваются, и солнца нету, не жарко. Красивая картинка, правда? Здесь можно жить, снимать жилье, можно жить в отеле. Можно найти квартиру. В принципе, это, если вы работаете, вполне допустимый вариант, что вы будете тут жить. Комнату можно найти, даже недорого здесь. Красивая картинка, правда? Ну вот, смотрю я на это все и думаю, друзья. Вот все говорят, ну, если ехать в Дубай и работать, то только на хорошую зарплату. Вот. Все думают, что Дубай – это деньги, это город денег, там, город бизнеса и так далее. Оно как бы и да, и нет, получается, знаете. Потому что все хотят большую зарплату, но не все задумываются о том, что они бы могли сделать, чтобы получить эту самую зарплату. Потому что каждый второй ищет работу в Дубае и приезжает сюда и соглашается на любой контракт, на любую зарплату. Потому как думают, ну, как бы работа есть, это же Дубай, по-любому там будет зарплата хорошая. Хоть даже я буду работать в уборке там или официантом. Все равно это же классная зарплата, классный город. И так думают большинство экспатов, которые приезжают сюда. Ну, начнем даже с тех же индийцев, пакистанцев, марокканцев и так далее. Они соглашаются на, в принципе, любую работу, потому что хотят жить в хорошем городе, в хорошей стране, с хорошей экономикой и так далее. И вот почему так происходит, друзья? Потому что большая конкуренция. Конкуренция, как вы знаете, дело такое. И все это дело чувствуют, работодатели тем самым занижают вам заработную плату искусственно, чтобы вам жизнь медом не казалась. А чтобы получить хорошую зарплату, друзья, ну, нужно как минимум хорошо знать английский, вежливо, грамотно общаться с людьми, иметь презентабельную внешность и хорошую квалификацию, естественно, в вашей сфере, где вы специализируетесь. Быть действительно специалистом, потому что этот труд действительно ценится всегда. Вот, если вы будете действительно крутым специалистом, почему бы вам не заплатить много? Вот, такая сейчас логика, наверное, у 90% работодателей здесь. Вот. Да, Дубай это город денег, здесь есть деньги. Деньги есть у местных жителей, у бизнесменов, у западных инвесторов, вот, у топ-менеджеров и так далее. А простые люди должны, естественно, работать, чтобы эти деньги получить, чтобы жить и позволять себе такую красивую жизнь, как вы видите на картинках. Поэтому отвечу на ваш вопрос, можно ли устроиться в Дубай на работу. Да, устроиться можно, друзья, но все зависит от того, кем вы хотите работать и что вы хотите в конце всего этого получить. Так что, друзья, особо не расстраивайтесь, приезжайте, учите языки, осваивайте новые профессии, знакомьтесь с людьми, и все у вас будет хорошо. Будете жить на Дубай-Марине, будете купаться на пляже Джибиари и на завтраке ходить на Бурдж-Халифу. Вот так вот, друзья. Надеюсь, вам понравилось мое сегодняшнее видео. Немножко заговорил я вас, но, надеюсь, смысл вы поняли. Всего доброго, до связи. С вами был Дим Димыч.